может кто-то у нас уже видит и слышит показывает что тут мастерской скрипит у нас плохо поскрипывает надеюсь что он не очень мешает ничего не надо делать мне приходится двигаться по нему итак друзья мы вышли уже в эфир если вы нас видите подметьте как-нибудь с лайками сердечками и сообщениями мы вышли друзья с вами в эфир и в инстаграм и вконтакте и сегодня мы сейчас даже сейчас мы с вами узнаем обезьянской отписи что-то интересное она расскажет и наш эфир предназначен как раз для приглашения на грядущий вебинар у нас на этой неделе состоится вебинар который мы назвали добрые вести нам всем так не хватает иногда добрых вестей и мы на вебинаре будем на бесплатном вебинаре на мастер-классе будем с вами рисовать композиции которые можно сувенир украсить можно сразу даже на сувенире расписывать во время вебинара но сейчас знаете владимир на конечно расскажет нам еще что-то очень такое интересное увлекательное про меденского роспись друзья кто интересуется народными росписями художественными присоединяйтесь послушайте так ну что вижу уже побежали сердечки значит нас видно и слышно не передаю же слове на и владимировне и так здрасте дорогие друзья вы слушаете добрые вести от онлайн школа русская роспись меня зовут зина это голубева мы здесь татьяна решили вас пригласить на вебинар который будет у нас скоро совсем четверг 26 января вот а сегодня почему я с вами встречаюсь для того чтобы своими знаниями поделиться с вами показывать вам интересные особенности этой росписи и пожелания к тем мастерам новичка и вообще любитель кто кого привлекает эта мизенская роспись она еще имеет второе название палащерская роспись это роспись которая дошла до нашей ней и она имеет не такую большую историю как кажется но она чрезвычайно символично она написана перышком поэтому ножки очень часто сравнивать ножки у этих оленей у лошадок как будто муравьиные ножки а это связано с тем что рис рисунок только рисуется только перышком но сейчас можно и кисточкой сейчас есть современные материалы конечно существует полностью методика воссоздание цвета из глины местного значения мы с вами можем использовать любые краски темпера акриловые краски также на бумаге можем акварели гуаши порисовать самое главное здесь всего две краски и рисуются они в таком порядке сначала рисуется красный цвет это основной цвет на нем ложится вся история этой росписи а черный цвет добавочный цвет так вот можно выполнять эту роспись как перышками вот обратите внимание меня разные перышки часом упражнений большие покажу если перышек нет рисуйте кисточкой кисточка может быть номер 12 колонок белка но в старину писали деревянными палочками или птичьими перышками гусиными глухаринами но они очень быстро истачивались и в начале 70-х годов пожалуй был только один мастер мизени который рисовал такими птичьими перышками если у вас этого нет вы можете взять обычную гелевую ручку или так называемый тонкий линер вот я использую графики и можно тоже использовать здесь обратить внимание я взяла вот такую линеечку тетрадочку чтобы вам показать как все это пишется показывать я буду при помощи черной туши она может быть разной фирмы фирмы гамма какая у вас есть и красочка темперна это кадмий красный можно эту красочку немножко сделать чуть потемнее именно так как старину рисовали добавить нее немного коричневого цвета чтобы было ближе к красной глине но я это не делаю а вот здесь вот на старых изделиях как раз вот такой цвет должен быть да какой коричневый да на старых изделиях эти вот работы выполнены мастером и ольга николаевна которая издала издает по северным росписям на основании своих экспедиционных записей книги по и женской роспись да это ее работаем и вместе с ней работали мы с ней знакомы и это очень приятно когда люди вместе сотрудничают она абсолютно точно и грамотно рисует вот такие вот вот сейчас танечка покажет книжку ее вот шелепеева это ольга николаевна вот смотрите вот она многие уже знают любители уроки смотрели да это народный мастер ссср россии теперь которые вот на основании своих экспедиционных поездок и исследований пишут теперь очень важные и очень нужные книги потому что символика этой росписи она у частично дошла до наших дней ибо очень хотелось обратиться к новичкам этой роспись и кто с ней только знаком чтобы они владея символикой не делали ошибок вот частности сейчас я хочу вам показать как нам нарисовать отдельные элементы потому что отдельные элементы в в содружестве например с лошадкой с конем ну да лошадка конь олень птичка и в этой росписи рисовались даже корабли должна сказать что здесь символика несет разный характер но есть элементы так называемые женские есть элементы так называемые мужские но основной элемент это вот мы в тетрадочке с вами нарисуем косой крест вот давайте женская энергия косого креста вот просто потренируйтесь самое главное здесь не стоит торопиться вот так если вы увидите такой крест большой или маленький под лошадкой это означает что это лошадка женского рода не мужского теперь смотрите дальше если мы поставим здесь точечки вот так вот точечки или капельки это означают семена а когда семена землю кладутся весной значит это знак весны в чем здесь подвох если у нас есть у нас период в году когда животные создают как пары так вот если ошибочно под определенным животным поставите этот знак то настоящий мастер или кто знаком с этой символикой он скажет как же так сейчас не время то есть вот здесь тоже можно попасть не время теперь давайте покажем очень много элементов это движение вот если вы обратили внимание что здесь рисунок животных стоит на месте они движутся вот придает им движение вот такой знак и он имеет под ногами лошадок или оленей знак движения воздуха отдельно другой уже знак то есть есть он расположен на небе один знак под ногами животных это уже другое значение смотрите если мы сделаем два креста смотрите вот так двойной креста или это означает дикую нераспаханную пашню смотрите дикая распахана нераспаханная пашня и посадим цветы это уже окулт окультурили мы с вами эту землю казалось бы всего лишь две точки или кружочка все мы уже ее как бы уже сделали с ней уже так обработку да что еще движение указывает смотрите нарисую окончание ножки у оленя который буду рисовать нога оленя заканчивается капелькой движение это шерсть чем она длиннее тем быстрее бежит олень или конь а вот ничего думаю что же такие злохматые ноги дальше для того чтобы показать что животное движется прямо на туловище могут быть нарисованный знак движения вот таким образом и вот мы на олени с вами это и сделаем почему я выбрала сегодня с вами именно олени вот так я возьму листочек формата а5 вот здесь положу вот так друзья сейчас карандашиком набросаю нашего оленя значит так напомню для тех кто только присоединился олень это женский знак это священное животное ближе к солнцу поэтому никогда олени не рисует под лошадками они важнее лошадок поэтому рисуется всегда выше ярусом такой вот довольно-таки большого олени сделать сначала мы рисуем нижнюю часть олени вот эту потом даем наклон мордочки у каждого художника есть своя стилистика есть мордочка показана в виде капельки есть мордочка заостренная простите но вот здесь спинка такая же как у лошадки вот здесь а вот здесь смотрите загривок холка намного крупнее чем у лошадки вместо хвостика вот такая палочка рисуется на голове рисуется тоже палочка около около места впереди вот здесь вот рисуется на груди шерстка а дальше рисуется вот такой рог 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 рога оленя чем крупнее тем важнее и опять же здесь мы видим символ движения так сейчас мы нарисуем кстати помнит ли кто что раньше да был большой значимый подарок это был оленьи сувенир рога оленя оказывается олени рога дома держать это признак счастья да вот в многих домах были я помню и нас тоже были да ну зачем эти рога все тут родителям подарили они их дарили на счастье олени на своих рогах несут солнце они ближе к солнцу от их численности они зависело как будет жить община северных народов ведь это был товар внутренние ножки рисуется более сближенную друг другу здесь по бокам рисуем большие шерстки вот такие все в одном направлении рисуем вот здесь мы нарисуем женский знак весны солнышком прогретая земля посажены семена ждем урожая дальше мы движение покажем здесь на самой на самом нашем на олени это женского рода да да значит это символ солнца сейчас объясню дело в том что если под олениха рисуется знак семенами значит вот эта олениха несет потомство она беременная а если без семян то это молодая олениха которая готовится стать мамой в будущем итак бежит она по ходу солнца по бокам мы можем показать или между ног вот у меня здесь места нет это птички снегири они часто стучат в окно да да я уже они сегодня уже не первый раз можем показать завиточки вот сюда вот так то есть добавить движение а еще надо помнить что в воздухе как сейчас не рисовали обереги это от оберег для семьи это не для одного человека это для семьи вот с этими семенами дарился оберег для того чтобы у молодой семьи родились дети или без семян на материальное благополучие и так сейчас я возьму тоненькую кисточку и нарисую красным цветом тело нашего оленя в этой росписи все начинается с красной краски не наоборот так можно конечно вы можете взять место туши обычную черную краску закрасим да туши растекается по бумаге к сожалению да можно взять и любую красочку не рекомендуют акварель что она быстро выгорает но она выгорает именно на а вот на этих акварель на изделиях но сейчас акварель на изделиях не рисует сейчас много своих красок давайте здесь я начну сразу хвостик нарисую так аккуратненько и начну делать у не ножки очень много осталось темных пятен откуда и почему именно в этом месте вот такая дошла до нас роспись но она молодая это роспись действительно очень противоречивые сведения и даже какие-то странные есть профит роспись вот поэтому лучше не теряться там догадка каких-то и посмотреть к ним действительно ольги николаевны почитать потому что тоже подгот хотела посмотреть год подготовиться на сайтах столько выдумки каких-то легенд каких просто сказок таких что уже трудно отличить добро от зла как говорится и могу сказать надо опираться именно на те книги на те издательства которые действительно основаны на исторических как говорится походах наших собирателей потому что ольга николаевна она с конца 50-х годов этим занялась она да она ездила она была во всех местах архангельской губернии знакома была лично с мастерами промысла к тому же было прервано во многом традиции когда уже во время войны и не да не до этого было ее все эти события которые происходили стране недонародных промыслов ноги тогда затухали только единицы сохраняли мизинскую роспись поэтому очень тоже все много утеряна даже несмотря на то что она сравнительно молодая но все равно давайте возрождать и изучать до тех немногих данных которые есть сохранять их бережной традиции и символику потому что теперь вот даже познакомившись познакомившись вот таким небольшим моим докладом вы теперь создавая свои работы будете уже знать что вы делаете и как это нужно рисовать интересно читать именно вот эту роспись когда она такая вот как правильная гармоносоставленность можно прочитать послание да я очень хочу на новом своем курсе по мизинской росписи первый курс у нас записан очень успешно идет мне очень хочется на втором курсе показать именно читабельность этой росписи показать ее композиции в короб в коробушках круглого круглого такого овального да именно чтобы ее можно было читать а то есть для кого она предназначена хотя количество тем в деревнях ограничивалась потому что все ценила что семья род рождение потом материальный достаток благородство и так если вы захотите такой сюжет нарисовать на например на футболке знаете что это это женский знак поэтому это можно подарить девушки потому что перед вами северный олень который несет потомство в себе вот такой символ да если вы хотите его нарисовать как на каком-то сувенире надо обязательно ограничить красной полосой небесной или земной тверди об этом мы расскажем на вебинаре друзья будем рисовать композицию с птичками назвали мы ее добрые вести птицы всегда все молики несут или какие-то добрые повествования добрые есть весну и на встрече мы создадим с вами уже другой сувенир придет сердечко можно не только сердечко другой какую-то небольшую шкатулочку будет расписать и знаете владимир подробно уже расскажет и как делать и обрамление и показать другие элементы в росписи это легкие перышки легкие перышки легкие роды спасибо хорошо вот такая у нас получилось чудесная композиция спасибо земли владимировна что же друзья ждем вас на вебинаре четверг 26 января в 19 часов мы начинаем приходите не опаздывайте мы расскажем о том как уже в нашей школе применяет эту роспись ученики увидите замечательные работы и конечно был мастер-класс и о нашем курсе тоже расскажем после мастер-класса поэтому подписывайтесь на стене у нас есть пост по и полистайте там нас рассылки сегодня было приглашение так что ждем вас друзья на этой неделе на бесплатный мастер-класс по мизинской росписи спасибо вам пишите ваши вопросы в комментариях постараемся на все ответить приходите учиться